Доброе утро, Александр! Доброе утро! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Рассказывайте, как утро начали. Утро всегда начинается очень интересно. Почему? Потому что у меня сын, и надо его будить. Поэтому ему 5 лет, и каждое утро он идет в садик. Естественно, начинается процесс пробуждения, он долго прячется под одеяло. Но в конце концов соглашается с тем, что другого выхода у него нет, и мы собираемся потихоньку и отправляемся в садик. После этого традиционно папа идет на работу, сыну будюмницей, и начинается обычный рабочий день. Как-то род вашей профессиональной деятельности влияет на утреннее пробуждение, на какие-то, возможно, традиции, там, скушать лимон, если есть, если на улице холодно? Сезон гриппа и острых респираторных заболеваний начинается обычно в конце сентября, в октябре. В это время нужно сделать, ну, целесообразно сделать, скажем так, вакцинопрофилактику против гриппа. Основная цель ее какая? Это предупредить заболевание, предупредить развитие возможных осложнений. Значит, существуют лекарственные препараты, которые эффективны против вирусов, и которые безопасны для организма и здорового, и ребенка. Очень большой вот ценовой разброс, да? Все знают там эхиноцею, которая стоит копейки и сейчас, и есть, в принципе, на основе той же эхиноцеи импортные препараты в разы дороже. Что покупать? Ну, у эхиноцеи нет прямого противовирусного действия. А в целях профилактики? В целях профилактики с какой целью? Для чего эхиноцея? Эхиноцея. Ну, видите, вот вы тоже склоняетесь к тому, что я вот услышала, и эхиноцея — это хорошо. Это не совсем хорошо. То есть для профилактики острых вирусных инфекций это не компонент для лечения и профилактики. Это, скажем так, плацебо. Да, в исследованиях, скажем, дорегистрационных, послерегистрационных показано. Да, вот этому веществу можно верить. А если нет этого исследования, это говорит о том, что это вещество просто плацебо. Его используют, тратят, кстати, сейчас очень актуально, потому что многие вещества покупаем за рубежа за доллары, а долларов нет. И фактически то, что стоило одну цену, сейчас стоит огромные деньги, зарплата не поменялась, и просто это напрасная трата. А есть смысл поиска каких-то отечественных аналогов зарубежных препаратов? Да не надо аналогов. В Украине есть, в общем-то, вещества оригинальные, которые можно использовать для лечения и профилактики гриппа. Это те же самые растительные препараты, которые содержат флавоноиды. Они, в общем-то, обладают и противовирусной активностью, и способны регулировать иммунную систему. Вот такие подобные препараты, ну и можно рекомендовать, скажем, и для профилактики, и для лечения. Такие рекомендации перед тем, как, не знаю, выходить и ехать в общественном транспорте, или отводить ребенка в учебное заведение, действуют. Я помню, моя мама всегда заставляла меня мазать какой-то мазью в нос. Я терпеть этого не мог, и до сих пор считаю, что это бесполезная трата крема, как минимум. Но до сих пор мажу? Нет, нет, нет. Ну, мне это как-то вообще не доставляет никакого удовольствия. Вещи эти действуют вообще? Действуют. В действенные моменты есть? Да. Значит, то, о чем мы говорим, профилактика, это и мытье рук. И, в общем-то, прикрывание того же, даже рта и носа, когда вы чихаете, когда вы кашляете, это и маска, это передвижение в транспорте, это посещение мест, где большое скопление людей есть, не посещать, скажем, период эпидемии. Вот. Это все имеет смысл. Почему? Потому что так или иначе, приведу простой пример. Вы находитесь на работе, да? Ваш коллега находится на работе. У коллеги температура 38-39, он кашляет, он может одеть маску, может ее не одевать. Но даже если он надел маску, ее надо менять через полтора-два часа, эту маску, потому что она становится уже бесполезной. Вирусы проникают все равно в окружающую среду, они циркулируют здесь, вы их, они у вас адсорбируются на слизистой носа, а вот то, что вы смазали, скажем, мазью, вы можете потом помыть нос смылом, скажем, через какое-то время, вы их смоете, какая-то часть попадет. Но в период, пока ваш коллега болеет, пока у него температура, он заразный для окружающих. То есть такого коллегу нужно усадить в такси и увезти домой, чтобы он дома спал. А если коллеге необходимо быть на работе, какие рекомендации? И нет стеклянной герметичной комнаты. Он сидит в отдельной комнате. Он сидит в отдельной комнате. Он в первую очередь, что должен сделать, это снизить температуру своего тела, потому что он будет в прострации, может наделать всяких глупостей при такой температуре. То есть человек должен быть, в общем-то, нормально реагировать на все. И при такой температуре он не может адекватно реагировать и на своих сотрудников, и на принятие каких-то решений. Поэтому в таком случае нужно прежде всего нормализовать температуру тела. Ряд есть средств, которые понижают температуру тела, но это не выход. Это просто способ устранения повышенной температуры. Но на таком фоне нужно уже принимать обязательно противовирусные средства. И лучше, если противовирусные средства будут широкого, ну скажем так, будут активны против РНК и ДНК вирусов. Поэтому вы четко не можете сказать, что у такого больного. Это существует много еще лабораторных тестов, которые нужно доказать, что у этого больного либо грипп, либо пара грипп, либо аденовирус, либо другая какая-то инфекция, в общем-то, респираторного тракта. Так что такого коллегу надо увозить домой и его лечить в постельный режим лучше всего. На этом фоне, если у него есть дети, если у него есть жена, надо всем осуществить профилактическое назначение веществ, которые способствуют именно профилактике заболеваний острых респираторных инфекций. В противном случае 80% из состава семьи заболеют. Но сейчас ситуация такая, всплеск заболеваний гриппом, вокруг болеют и дети, и взрослые. Вот первые симптомы, ты чувствуешь, что ты начинаешь заболевать. Что сделать, какой-то вот такой секрет, чтобы точно не заболеть? Значит, первое, что надо сделать, померить температуру. Если есть 38 температур, это уже проблема. Это уже надо идти домой, надо идти в постель, надо опять делать уже лечебный прием лекарственных средств, способствующих уничтожению вируса или способствующих профилактике проникновения вируса в ваш организм. Это обильное питье нужно в обязательном порядке. Это и зеленый чай, чай с медом, чай с лимоном, чай с малином, которые способствуют, ну, во-первых, дают патагонный эффект, чай с малиной, с той же самой. И ускоряют процессы фильтрации в почках. То есть, если вирус разрушается, он должен вывестись. Вот то, что идет процесс разрушения вируса, повышается температура. Потому что вирус размножается очень быстро. Он к вам попал, скажем, сегодня, а завтра уже в степени, скажем, в степенях он увеличивается в количестве, разрушается. И поэтому такая высокая температура. Вот такая высокая температура, если, в общем-то, принимать какие-то нужные полезные мероприятия в плане лечения, может длиться до пяти дней. Пять дней. Это классика. Пять-семь дней. А потом температура уже идет самостоятельно вниз. Но в это время нужно обязательно, чтобы было наблюдение врача. Александр, как вы относитесь к народным методам? Ну, вот, не знаю, съесть там килограмм лимонов и все поможет. Помориться. Еще, да. Значит, народные средства всегда были, и они всегда будут. Скажем, где-то в глубинках, в сельской местности, сейчас даже нет возможности купить лекарственные средства. Поэтому это средства выбора. Что есть, тем лечись, тем помогай себе. Но помогать нужно обязательно. Лимон, чеснок, лук. Да, это хорошо, потому что там есть фитонциды. Фитонциды, те же самые травы, отвары с трав определенных. Там тоже есть, в общем-то, те же самые флавоноиды, которые обладают прямым противовирусным эффектом и которые влияют в той или иной степени на иммунную систему. Но это надо знать. А все варенья бабушкины, мед, это прекрасная красота. И вкусно. И вкусно. Пить нужно много пить. Ну и хорошо, если там есть скорбиновая кислота, потому что она тоже повышает сопротивляемость, скажем, организма, как витаминный продукт. То же самое касается и витаминов группы А, каротиноиды. То же самое морковный сок, морковка. Ну вот такие народные, скажем, методы будут способствовать выздоровлению. Как вы относитесь к таким средствам, не знаю, как обливание холодной водой утром или, к примеру, сауна? Это здорово, это прекрасно, но только не в период болезни. В период болезни, даже если у вас какое-то легкое РЗ, у вас болит горло, там может какой-то насморк идти в сауну? Не надо этого делать. Не надо. Вы можете усугубить свое состояние. Не нужно этого делать. Ну, понимаете, говорят, вот там... Ну, дышать там, ну... Ингаляции? Ингаляции, да. Да, ингаляции 100%. А сауна ингаляции, это не одно и то же? Ты же тоже дышишь горячим воздухом туда-сюда. Вы понимаете, если идти в сауну, нужно подбирать определенный режим. Ну, режим никто не подбирает, не учитывает состояние вашей сердечно-сосудистой системы. А, в общем-то, под влиянием вирусов, ее состояние может быть критично. Пошел в сауну, получил инфаркт. Пошел в сауну, получил инсульт на фоне гриппа, на фоне острых респираторных. Поэтому вот такие температурные воздействия в период болезни, они очень, ну, скажем так, проблематичны. Спасибо вам большое, что так рано пришли к нам гости. В сауну не идем, лимоны едим. Нет, пока вы здоровы, ешьте лимоны, ходите в сауну. Да, все хорошо. Будем все здоровы лучше. А если у вас появляются коллеги больные с температурной, отправляйте их домой. Поэтому это, чтобы уберечь себя и свои семьи от подобных контактов. Спасибо вам большое, Александр, что пришли к нам и вы так все рассказали. Будем здоровы все, не будем болеть. Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго. До свидания.